Акабджанян. Армения проводит губительную политику. По мнению армянского эксперта, Яреван видит, как укрепляется трио Азербайджана, Турции и России. Никол Пашинян и вся команда, исполняющего обязанности премьер-министра, слишком увлеклись работой в западном направлении, не замечая очень опасных явлений, происходящих у нас под носом. Идет процесс стремительной утраты прежних позиций в иранском направлении, что является очень тревожным сигналом для всего армянства. Таким мнением поделился армянский политический обозреватель Размика Кабджанян. Как мы видим, Армения теряет верного союзника. Тегеран строил мечеть в Шуше, когда этот город был у нас, а сейчас их лидер говорит, что счастлив совершать намаз в мечети, которая находится в азербайджанском городе Шуша. Мы уже видим, как укрепляется трио Азербайджана, Турции и России. В этих условиях потеря еще и Ирана для Армении может оказаться поистине губительной, написал армянский эксперт. Игорь Короченко. Москва пока ждет, что Армения одумается и остановится. По мнению российского эксперта, кельбаджарская провокация армян – это продолжение политики Еревана недоговороспособности. Нежелание проводить делимитацию и демаркацию границ, а также выполнять взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России, являются главными причинами тех военных провокаций, которые допускают сегодня армянские вооруженные силы. Об этом сказал известный российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. По его словам, Армения желает в очередной раз изобразить агрессию якобы со стороны Азербайджана и обратиться за поддержкой в ОДКБ, а если получится, то и Европейскому Союзу, в частности к Франции. Кельбаджарская провокация армян – это, к сожалению, продолжение той самой политики Еревана недоговороспособности, нежелание установить мирные отношения. Нынешнее обострение преследует цель не дать возможность установить мир и стабильность на Южном Кавказе и препятствовать полномасштабной реализации трехстороннего заявления. Ну и одновременно Ереван, пользуясь этой эскалацией, может отказаться от разблокирования транспортных коммуникаций и других вопросов, которые Армения обязалась выполнять. Армения должна понять, что ни к чему хорошему, разумеется, эта эскалация привести не может. Москва все еще рассчитывает, что все-таки Армения остановится и не будет продолжать опасную эскалацию, потому что выигрыша от этого она не получит. Существуют новые реалии после 44-дневной войны. В рамках этих реалий региону Южного Кавказа «Необходим мир, добрососедство и разблокирование всех транспортных коммуникаций. Это главное. Россия постарается донести эту мысль до Армении», отметил эксперт. Леонид Калашников. Вопрос должен решаться Путиным, Алиевым и Пашиняном. Пашинян выступил с предложением разместить мониторинговую миссию УДКБ вдоль армян-азербайджанской границы. Политики уже отреагировали на эту инициативу. Предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию УДКБ вдоль армян-азербайджанской границы носит политический характер. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне в парламенте или еще где-либо, сказал Калашников. Он считает, что сначала Пашинян мог бы обсудить соответствующие идеи на своем уровне. Он же член УДКБ. Он понимает позиции стран, входящих в эту организацию, в частности Таджикистана. Понимает, что у них там сейчас неспокойно. В этой связи нужно делать это очень аккуратно, отметил глава комитета. По словам Калашникова, вопрос очень сложный, очень серьезный. В первую очередь он должен решаться тремя руководителями, Путиным, Алиевым и Пашиняном. Если он выносится в первую очередь публично, то это начинает попахивать больше политикой, сказал Калашников. Он также отметил, что инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, слава богу, пока мало. И они происходят от эффекта исполнителя, а не от эффекта того, что кто-то на кого-то нападает там. Абрамян. Власти Армении готовят общество к новым уступкам. В армянском обществе высказываются опасения, что руководство страны готовится к новым уступкам. Выступление Никола Пашиняна на заседании правительства, о создавшейся вокруг армянских границ военно-политической ситуации, можно рассматривать или анализировать с самых различных точек зрения, написал руководитель аналитического центра Энакет, депутат парламента Армении от блока «Честь имею» Тигран Абрамян. Однако считаю, что в данный момент стоит сосредоточить внимание на следующем выражении его выступления «Обстановка вдоль армян-азербайджанской границы не стабилизируется». Это означает, что риск столкновений на границе не только не уменьшается, но и существует опасность расширения масштабов и степени риска, отметил эксперт. По словам Тиграна Абрамяна, не исключается то обстоятельство, что власти Армении, несколько сгущая краски и утрируя степень угроз, подготавливают общество к новым уступкам. Однако серьезность ситуации от этого не уменьшается. Во всех случаях Армения оказалась в центре столкновения интересов различных стран и уже очерчиваются разные направления развития ситуации, отметил он. Азербайджан оставляет за собой право защищать территориальную целостность. Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности. Об этом говорится в заявлении Азербайджанского Министерства иностранных дел. По информации Министерства обороны Азербайджана 28 июля 2021 года позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Совершив очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе, военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за обострение ситуации. Призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации государственной границы. Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в пределах своих международных границ и на любые шаги, предпринимаемые против его территориальной целостности, будет дан решительный ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова